У Лукашенко осталось два месяца, чтобы придумать, на что списать полный провал, как итог четвертьвекового правления. Цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошел. Тем более Россия себя таким образом ведет в непонятном. Терпеть достало. Люди выходят на улицы в ожидании вертолетов с деньгами. За то, чтобы он не устраивал геноцид белорусского народа. Больше будешь работать, больше заработаешь. С вертолета никто не сбросит. Кто ставит подножки Лукашенко? Подкинуть проблемы этому Лукашенко, чтобы он споткнулся и упал. И через сколько он уже наконец грохнется? Ну, месяц нам еще придется барахтаться. Эти и другие самые важные и интересные новости Беларуси прямо сейчас на канале НЕХТА. Еще не улеглись страсти с коронавирусом, как в Беларуси началась предвыборная вакханалия. Да фашисты, милитаристы, геноцисты. Что вы делаете, Лукашенко? Отсаждаю. На фоне исторического падения рейтинга, свалившегося четверть века назад, как снег на голову Лукашенко, пятое переизбрание вождя вечной зимы решено было реализовать в максимально сжатые сроки. Аж до 9 августа. Мы должны организовать эти выборы достойно. Знаете, не потому, что я тут вот хочу таким пушистым выглядеть. Нет, дело не в этом. Дело в том, что нам не надо плохо организовывать выборы. Пандемия коронавируса, летние отпуска и политическая апатия людей должны были помочь пролететь оставшиеся два месяца верхом на коне. Жестко надо вот так ему в ротом. Но уже с самого первого дня избирательной кампании что-то пошло не так. Рекордное число фамилий 55 претендентов в кандидаты решили зарегистрировать свои инициативные группы, чтобы получить возможность легально проводить митинги и пикеты по сбору подписей. Перемен! Перемен! Я бы хотела обратить внимание, что никогда еще выборы президента Республики Беларусь не знали такого наплыва желающих выдвинуться кандидатами в президенты. Но взять количеством не удалось. Удивленной чрезмерной активностью главе ЦИК пришлось оперативно охлаждать пыл. Под надуманными предлогами в регистрации отказали большинству так называемых кандидатов протеста. Случайный обзвон якобы показал, что люди не знали, за кого оставляли подпись. Правда, звонки длились всего 3 секунды. Телефонный звонок, который может быть подтвержден на телефонной кампании с номера плюс 375. И разговор длился 3 секунды. 3 секунды длился разговор, то есть там что-то избирательное и положили трубку. Примерно столько же времени нужно комиссии, чтобы зарегистрировать или отвергнуть кандидата. Во время голосования глава ЦИК даже не смотрит на членов. И так все ясно. Не все согласны с таким раскладом. Блогер Павел Спирин решил подискутировать с представителями комиссии на тему нормальности происходящих в стране процессов. Вы считаете, что это нормально и это можно делать, когда в список членов инициативной группы включаются люди, которые ничего об этом не знают? Я не понимаю, вот когда человек, ну это медицинский возможно факт, осуществляет половые акты со школьницей, а потом эту школьницу делает депутатом парламента. Это как? Вы можете объяснить? Слушайте, присаживайтесь, это уже нечто. Вы мне объясните, когда человек взрывает своих политических оппонентов. Это как? Присаживайтесь, пожалуйста. И без того не совсем устойчивые нервы главы ЦИК расшатывались еще больше. Пришлось сорваться на откровенное хамство. Я боюсь, госпожа Добович, сегодня предстоит семейная сцена. Это понятно, вы это расскажете избирателям. Понимаете, зато жизнь веселая. Вот центральная комиссия, суды, пенсионеры, просто жизнь кипит. Да как ничего себе делал? Иского врача задать, думаешь? Ну, завтра заседание у нас, слава богу, состоит и приглашены адекватные люди. А кое-кого из оппозиционеров и вовсе обвинили в покушении на главу Центризбиркома. В составе этой группы был человек, у которого положительные тесты на коронавирус. Я очень хотелось плюнуть в мою приемную, чтобы уже заразить навсегда. Страх, страх за своих сотрудников. У нас работает 9 человек. Если у нас заболеет один, то центральная комиссия перестанет существовать как таковая физически. Она, то есть, вся уйдет на карантин, она закроется. Досталось оппонентам режима не только словесно, но и физически. В Верховном суде задержали 7 человек, которые пришли поддержать кандидатов протеста в обжаловании решения ЦИК. Им сказали ЦИЦ. Им не нравится вот эта маечка почему-то. Представьтесь. Руки не ломайте, я иду. Пропрощайтесь, что вы делаете? Что вы делаете? Всего к сбору подписей допустили 15 инициативных групп. По опросам в лидерах трое – бывший банкир Виктор Баварика, экс-глава парка высоких технологий Валерий Цепкало и Светлана Тихановская, жена автора известного канала «Страна для жизни». Самого Сергея Тихановского в качестве претендента в кандидаты не зарегистрировали. В момент подачи документов он отбывал сутки за свои стримы. Под народным прессингом его все же выпустили из ИВС. Теперь он уже легально ездит по стране, собирая как подписи за свою жену, так и мнения простых людей о ситуации в стране. Тарака, тарака, тарака. Дети не могут устроиться, морально убивают, социум опущенный, работать невозможно. И судебные, и исполнительные, и верховные власти. Все полностью надо менять. Надо менять и конституцию, и прежнее состояние, чтобы не было такое. Я правлю сколько хочу. Все одно и то же, одни обещалки, все. Все, ждите, все будет хорошо. Тысяча рублей зарплаты, и сколько мы ждем. Выбора у нас много лет не было. И уже, в принципе, сейчас такая обстановка в стране, что, ну, люди уже на пределе. И я должна эти копейки считать, чтобы купить шоколадку внучке. Ну, уже кредит доверия уже давно исчерпан. И он уже должен просто-напросто сказать, я устал, я ухожу. Мои два деда воевали, имеют награды, были ранены. Если бы они были здесь на площади, они бы пришли сюда с винтовками, но не позволили разваливать нашу страну. Как вы молчите? Как можно? Как можно? Работу потерять? Да хрен на нее эту работу. Пойдем в дворников не хватает. В зеленстрой пойдем. Поднимем грязь эту всю. Правда, первым молчать перестал сам Лукашенко. Сначала он делал вид, что не замечает негодований. Ну, как-то отошел я от этой предвыборной кампании, потому что не до этого было. А потом сразу же рубанул с плеча. Прошла неделя, и Тихановского снова задержали. На официально разрешенном пикете. При этом над сценарием спектакля особо не заморачивались. Вышла неподготовленная провокация от человека, которому даже не сказали, как называется, канал блогера. На каком канале? На вашем канале. Как он называется? А зачем вы пришли сюда? Вот один, подожди. Вот наш канал. А почему вы взяли, что это мой канал? Так я же знаю, что вы вообще говорите. Вы провокатор. Я не хочу с вами говорить. Уберите от меня руки свои. Руки уберите от меня. Смотри, что творят. Смотри, что творят. Женщина, вы нарываетесь, чтобы я вас послал просто. Послал? Так я вас посылаю. Пойдите отсюда. Я не хочу с вами разговаривать. Уйдите. Пойдем в вашу акцию. Подождите. Не убегайте. Такого уровня провокатора вы еще не было. Я задала вопрос человеку. Он от меня убегает. Я хочу получить ответ. И актеров подбирали, видимо, тоже наспех. Вот милиционеры пытаются задерживать Тихановского за то, что он не ответил на вопросы неизвестной женщины в кепке. Дело в том, что я хочу. Пойдем в правопотор. Давайте скойте, мужчина подождем. Пойдем в лицо. Пойдем в лицо. Пойдем в лицо. Пойдем в лицо. Небольшая потасовка и бедный милиционер лежит на земле. Пойдем в лицо. Не помнись, держите. Если ты посмотри внимательно это видео, то я его укладываю на землю аккуратно так. Они начали хватать Сергея за руки. И когда толпа это увидела, она начала их отталкивать. И вот в этот момент один из них просто летел на меня. Но я его просто подхватил. Все. И помог ему опуститься на землю. То есть никакой драки там ни с моей стороны, ни с другой стороны там не было. Но картина маслом. Милиционер на земле и зачистка от ОМОНа спустя минуту. Правда, аж такого отпора все же не ожидали. Люди долго не давали уехать бусикам с задержанными. Всего удалось задержать 10 человек, пояснил собравшимся у райотдела милиции протестующим замначальника УВД полковник Шестайла. Мол, до выяснения. Они сейчас доставлены в органы внутренних дел. С ними проводится разбирательство. По окончанию будет дана правовая оценка. Выпускай! 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 Проводилась такая мирная, ну, акция. А потом произошло что-то непонятное. Какая-то провокация. Провокация. И они говорят, милиционер упал. Так меня толкнули. Меня толкнули. Сам ОМОНовец отшвырнул. Если они говорят, милиционер упал, так там это точно была провокация. Я была свидетелем. А кто ответит за то, что я упала? И локоть разбила. Для самой топорной спецоперации года было решено задействовать столичные силы правобеспорядка. Они спалились на заправке при въезде в Гродно уже за полчаса до событий. Чего они тут кучкуются? Хрен их знает. В Минске и была разработана гениальная стратегия нападения. Правда, усатый болтун уже днем во время посещения МТЗ нещадно и полностью спалил всю развязку этого вечера. Кипиш подняли. Где-то кто-то ходит, кричит. Милиционер оскорбил, наехал на милиционера, когда он сделал замечание. Они же проезжают, такие, знаете, крутые, на джипах все. На него на этого пацаненка навалились, милиционер. Он, наверное, только в этом году пришел на работу. Чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь? И потом, ну, рисковые люди. Я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. А это же корпоративный народ. И потом, ну, найдет возможность, так ответит. Нарывается на провокацию. Судя по идиотичности исполнения, сценарий писал сам. Главный артист Погорелого театра. Сегодня, 29 мая 2020 года, в городе Гродно, во время проведения пикета в мою поддержку для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь, была совершена грязная провокация в отношении Сергея Леонидовича Тихановского, руководителя штаба моей инициативной группы. Правда, кое-что авторы провокации все же не учли. В век технологий найти исполнителей – дело трех пересылок и пяти минут. Так и в этом деле уже есть первые подозреваемые. Главной героиней вечера... На, сзади! Там с такими руками... Не, спасибо, не, я просто... Просто защищ... Фу, позор! По предварительным данным стала писавшая недавно про этот пикет в негативном ключе и раскатывающая по Германиям и Швейцариям с тем же рюкзаком Елена Кузьмина. В интернете уже опубликовали ее адрес. Не исключено, что въезд в ЕС ей закроют, а в паспорте в будущем поставят вот такую отметку. Ребята, ну нельзя так делать, согласовано же все было. Мы же наши пацаны. Ребята, ну... Это не наши пацаны. А познаются и другие спортивные ребята. И кто из них в будущем уже не сможет уйти от ответственности. Требовать освобождения Тихановского и других задержанных люди собираются в воскресенье на официально разрешенных пикетах кандидатов по всей стране. Список мест на ваших экранах. Дрожание режима понятно. Вопрос, кто, если не Лукашенко, стал уже не таким острым. Что не может не напрягать самого царя, незаконно отменившего для себя ограничения по количеству президентских сроков. Интересно, что в 94-м году он во время подачи документов в ЦИК неправильно указал свое место работы и вообще пришел без паспорта. Но его все равно зарегистрировали. Сегодня Беларусь уже почти забыла, когда с людьми обращались. Как с людьми. Но зато остались еще кандидаты, которые действительно думают о людях. Каким будет первый указ на посаде президента? Первый указ? Да. На переход на общеевропейское время? Все-таки Беларусь – это центры Европы. Вот за таких нужно оставлять свои подписи, а не поддаваться на незаконное запугивание и угрозы со стороны властей. По всей стране бюджетников заставляют оставлять и собирать подписи за царя. А почему вас так просят собирать подписи? Нет, меня обязали просто. Обязали? Да. Вот. То, что сборщики подписей за Лукашенко работают без масок и перчаток, предписанных избиркомом, никого не волнует. А теперь скажите, пожалуйста, почему вы без маски? Ой. Простите. Так, собираю подписи. А где ваша маска? Где перчатки? У меня есть. А почему не одета? Одета. Все равно Лукашенко с выборов никто не снимет. Всего за четыре дня он собрал уже якобы 200 тысяч подписей. Я просто уверяю вас, что если президент вот прям сегодня вот лег бы на диван и до 9 августа ничего просто не говорил бы, он набрал бы в 10 раз больше, чем все вместе взятые даже ничего обсуждать. Зачем ляпать это? Причем ни одного пикета со сбором подписей за Лукашенко замечено не было. Магия не иначе. Где Гарри Поттер? Останавливаться на достигнутом действующий не собирается. Мол, хочет узнать чаяние народа, который в большинстве своем посылает посланников свыше уже с порога. Когда приходишь к человеку и просят, чтобы он подписал этот лист за действующего президента, мы с ними же общаемся. Мы не имеем факта, чтобы люди где-то там уж жестко отказали подписаться. Хотя есть и такие. Сместить Александра Григорьевича желает даже сам Александр Григорьевич. Правда, немного другой. Александр Григорьевич, вы хотите... Ой, кстати, а зовут-то у вас так? Да. Александр Григорьевич, хотите что-нибудь сказать? Александр Григорьевич Таболич, лидер группы ЗНИЧ, стал одним из 15 зарегистрированных счастливчиков. Эй, я Григорь, ты сидел на юнот, нашу и монстры нас ломишь. Музыкант тоже считает, что песенка Лукашенко уже спета. Ведь предложить усатому баянисту совсем нечего. Угробленная экономика и неподъемные кредиты. Кувыркающиеся предприятия и убитые деревни. Разваленная медицина и отсутствие каких-либо перспектив. Далеко не весь послужной список диктатора, который озвучивают непроплаченные Западом враги Родины, а он сам. Будете работать некачественно, будете ходить низшими. Вот, например, на 26-й год деструктивного правления наконец-то собрался возрождать Витебскую область. И так мы можем за 5 лет, мы можем Витебскую область возродить. Но это же только Витебская область, возразите вы. Но, увы, такое по всей стране. И не надо думать, что у нас только в Витебской области такое положение. И уже даже состряпанная наспех показуха не спасает. По запаху, наверное, за ночь привели в порядок, потому что не ждали, что мы сюда приедем. А боняние вроде есть, значит, Керона еще не взяла. А вот свой политический нюх Лукашенко уже почти потерял. Не знает, как выбираться из ямы, в которую сам всех завел. Я вообще суеверным стал за эти месяцы, самые тяжелые времена, за весь президентский период. Но радует одно – дно еще не нащупали. Мы еще не знаем, где то дно. И когда оно наступит. А ведь и раньше все думали, что омуты и водовороты – это где-то совсем далеко от островка стабильности. А тут вот, как оно казалось – дно совсем рядом. Даже с пандемией коронавируса и то и не совладали. Уже целый месяц прирост, более тысячи новых случаев в сутки. С помощью этого плато наконец-то вошли в топ-10 стран в мире по количеству зараженных на миллион населения. И в топ-стран с самой низкой летальностью. Сначала масхеровать смертность под последствия пневмонии или болезни сердца получалось неплохо, и белорусская медицина оказалась в 20 раз лучше шведской и в 10 швейцарской. Но все тайное рано или поздно становится явным. Только в реанимациях Минска, по официальным данным, в апреле погибло 117 человек. За апрель данные обсчитали в городе Минске. У нас летальность составила 27%. Тогда как Минздрав на начало мая сообщал народу лишь о 93 умерших аж по всей стране. Занижать статистику велел лично Лукашенко. 93,5. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 8,6. Ой, нет, это про выборы. Вот про корону. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Публично. Это мое твердое убеждение. Показатель один останется. Смертность людей. И то, что мы в этом плане лучшие в мире, никто уже не оспаривает. Никто. Известен Лукашенко и своими прогнозами по коронавирусу. Которые сродни предвыборным обещаниям. Мол, потерпите еще чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Выдержим до православной Пасхи. Значит, жить будем. Хотя бы удержаться на этом уровне эту неделю. Значит, мы победим. Нам надо выдержать, ну, боюсь сказать, ну, до начала лета. Если мы и дальше будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про этот коронавирус. Ну, еще вот, ну, наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, ну, месяц нам еще придется барахтаться. Однако, как оказалось, все это лишь досужие рассуждения, основанные на ощущениях их автора. Это мои ощущения. По ощущениям, вот по моим ощущениям. Вот мои такие ощущения. Это ощущения. Я не говорю, что я основываю их на фактах каких-то. Справедливости ради, иногда Лукашенко все же дает действительно ценные советы. Лукашенко заявил, что потерявшим работу белорусам можно просто найти новую. Это здорово, это здорово. И это здорово, что Александр Лукашенко помнит о таком понятии, как новая работа. Что психоза не понимает, нужно в трактном сидеть, нужно в трактном сидеть каждый день. Взвесил Лукашенко не только простых белорусов, но и медиков, которые сейчас на передовой. Далеко не все из них увидели обещанные выплаты. Доплаты за работу с коронавирусными пациентами в Бобруйске чуть не дошло до настоящего бунта. Мы не верим в это. Люди недовольны, мы все рискуем жизнями, своим здоровьем, выходя на работу и находясь сутки в тесном коллективе. Среди наших работников на данный момент имеются ковид-подтвержденные случаи. С помощью прямого действия и шума проблему легко удалось решить. Пока в других городах просто молча продолжили охотиться за вызовами с ковид, подвергая жизнь опасности ради разовых доплат. На Бобруйске негодование отреагировал лично Лукашенко. А в Гомеле, подняв шумиху в СМИ и соцсетях, жители все-таки добились отмены строительства знаменитого флагштока за 700 тысяч долларов. Протест работает. Правда, воюют власти не только с коронавирусом, собственным народом и здравым смыслом. Невидимые внешние враги снова уже на пороге. Может, доживем, чего-то сразу не будет. Но пока еще, несмотря на разного рода эпидемии, пандемии, истерии, войну никто не отменял. Нам нужна своя ракета. Как бы это ни было дорого, а это очень дорого, особенно в это время. Дорого не дорого, а дороги, медицину и образование поддерживать все равно дороже. Промысленно резюмировал Лукашенко и расписался на старой ржавой ракете. Хотелось бы, например, в Баланезе 300-м расписаться. Ну, чтобы я жил-то, как бы, лучше. Ну, ладно с военкой, может, пока не нападут. Так может, хотя бы с научными разработками войти-то в стране все хорошо. Говорят, похлеще, чем у Маска уже делают. Вот этот автомобиль, мы считаем, что мы на нем сможем соревноваться с Теслой. И это мы абсолютно честно заявляем. Может, скоро сам Лукашенко что-то Маску подарит? Но, оказывается, все не торт. Во-первых, дизайн какой-то отсталый. Ну, возьми, сделай, как у них. Очень хорошо сделан, колесо вперед, красота. Во-вторых, страшно на это не только смотреть, но даже и думать об использовании. Ни один из экспонатов Лукашенко так и не решился протестировать. То есть мы с тобой можем сесть и полететь? И еще возьмем килограмм 50 сантиметров. Надежность. А надежность? Мы сейчас с тобой полетим и врухнем. Впрочем, есть кое-что, что Лукашенко все же может предложить глубинному электорату. Это хлеб. Я часто привожу пример, что на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь в 94-м году. Это действительно были страшные времена. Эта история, кстати, легендарная и из разряда универсальных, которую можно рассказывать на любой тусе. Если нового президента изберешься, чтобы не было как мне. Три дня муки оставалось. В Минске нечем было минчан кормить. У меня в первый год, через три месяца, Минск вообще был на три дня муки оставалось. На три дня муки в Минске оставалось, когда я стал президентом. Ведь было время, когда муки в стране оставалось всего на три дня. Словом, достойный ответ критикам. Как говорится, луку на муку не прокатит. Более того, есть и запасные варианты. Мне кажется, что картофель будет ценен. Но если что, это тоже по ощущениям. А вот то, что из нашей сельхозпродукции мы можем делать весь ассортимент товаров и услуг, точно. Из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую конфетку, которую у вас просто будут рвать с руками ногами. Правда, пока руки-ноги хотят оторвать разве что лишь таракану. Все больше людей в стране скандирует «Прекращайте бояться! Стоп, таракан!» Кто-то это уже называет «тапочной революцией». Ну а Лукашенко уверяет, что прихлопывать его не надо. Мол, он не из-под плинтуса вылез. Мы не выскочили из-под плинтуса неожиданно, как многие где-то были-были. Бах, сейчас повылазили все и обещают с вертолета по Беларуси разбрасывать деньги. Но откуда же тогда родом Лукашенко? «Я вышел из того же дерьма, которое я видел на прошлой неделе». «Я видел некоторое дерьмо». Так может и не тараканун вовсе, а обычный усатый землерой или еще чего похуже – навозная муха. «На, держи. Вот видишь, какая я заботливая. Сегодня больше ничего не получишь». Если в Беларуси необходимы выборы президента, чтобы хоть как-то расшевелить политическое поле, то в Европе даже коронавирус не помеха для выступлений. «Левые», «Правые» и вообще непонятно какие вышли на улицы Берлина, требуя отмены карантина. «Левая", «Левая», «Левая». «Продление карантина». «Восстановление германского рейха в границах 37-го года». «Нет, это лишнее». и других актуальных и не очень вещей. Зачем, спросите вы? Да потому что могут. Пандемия коронавируса стала благодатной почвой для сторонников идей разной степени экстремальности. Во всем мире цветут и пахнут движения борцов с чипизацией, рептилоидами и Биллом Гейтсом. И, естественно, просто шапочками из фольги дело не обходится. Чуть ли не каждый день приходят вести о новых сожженных вышках 5G. Чтобы хоть как-то снизить накал, YouTube начал блокировать видео, которые связывают пандемию с 5G-сетями, а также те, в которых коронавирус отрицается или предлагаются знахарские и иные самодельные методы его лечения. Но, как всем известно... Нет препятствий патриотам. Российский деятель искусств Никита Михалков известны своими эксцентричными выходками. Нашел способ обойти блокировку и залить на YouTube видео, где рассказал народу свое видение ситуации. А теперь решайте сами. Что это? Бред сумасшедшего, старческий маразм, уехавший кукуха, злой умысел, выполнение заказа. Решайте сами. Если мы дадим себя отчипировать, мы можем превратиться вот в таких персонажей. И вы не поверите, но в России действительно стали замечать чипированных людей, которых дистанционно отключают с помощью дьявольских технологий. Хотя, может быть, в этом случае проблема не в вышках, но, тем не менее, с коронавирусом в России дела действительно обстоят напряженно. Наша восточная соседка уверенно занимает лидирующие в мире позиции по количеству зараженных. Ну, как иначе? Масштаб можно понять по тому, сколько селебрити в России заболевает COVID-19. Коронавирус диагностировали у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, главы правительства Михаила Мишустина. А недавно стало известно, что хворь подкосила главу Чечни Рамзана Кадырова. Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены, болезнью коронавирусом. Десятки тысячи умерли. Если болеет, то я МСССР, я не человек, что ли? Но Кадырову очень повезло. Уже более 10 лет в Грозном работает Центр исламской медицины. В этом заведении богословы-целители лечат заболевания методом чтения священных для мусульман текстов. Историй, когда человек находил излечение в исламской медицине, полно. Даже помощь в дорогостоящих столичных клиниках оказалась бесполезной. Но правда, Кадыров все-таки слетал подлечиться в Москву. И спустя почти неделю отсутствия, наконец-то объявился на публике. А коварный вирус, по славной российской традиции, принес Рамзану Ахматовичу свои извинения. Рамзан Ахматович, я принесу свои извинения, я был неправ. Я действовал горячо, эмоционально, и я приношу свои глубокие извинения. На радостях, что вирус дал заднюю, Путин назвал новую дату парада победы, который так и не прошел в России 9 мая. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Кстати, злые языки поговаривают, что новая дата парада может случайно совпасть с датой референдума по изменению Конституции России. Напомним, что среди изменений обнуление президентских сроков Путина и серьезное расширение его полномочий. Потому не исключено, что 24 июня Советский Союз не только выйдет на улицы Москвы на один день, но и окончательно вернется в Кремль. Ян Вербицкий, обо всем на свете. На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Зачем ляпать это? Спасибо.